Вот тоже человеческая кость. Сейчас на месте находки работают историки-археологи. Они должны определить период погребения. На месте обнаружения останков нет ни могильных плит, ни других артефактов, указывающих на то, что здесь было кладбище. Однако массовое погребение говорит о другом. В принципе, здесь видно, что человеческие захоронения не одно, а несколько. То есть это явно не какие-то единичные погребения, а целый такой кладбищенский комплекс. Бывшее новое татарское кладбище находилось сразу за старым в квадрате нынешних улиц. Красноармейская, Курцовская, Житкова, Козлова и занимало более 13 гектаров. На его территории были построены школа, детский сад и небольшой район частных жилых домов. Так называемые старое и новое татарские кладбища были главными городскими мусульманскими кладбищами Симферополя. Они были ликвидированы в послевоенный период. Какие-либо научные исследования на территории кладбищ не проводились. По сути, до депортации крымских татар кладбище могло функционировать. Потом, после депортации, его, конечно, отсюда снесли и здесь уже продолжали строиться. Это четко видно на старых планах, в конце 19-го, начало 20-го века эти места достаточно пустые на аэрофотосъемке 41-го года. Фрагменты человеческих останков на месте бывшего мусульманского кладбища были обнаружены на днях. Ученые, власти и представители Думка восстанавливают историческую справедливость. Найденные останки будут перезахоронены. Похоронены здесь людей, их кости, останки. Мы должны, согласно религии, соблюдая мусульманские традиции, прочитав молитву, перезахоронить на другую территорию. Мы должны проявлять уважение и к живым, и к памяти умерших. С точки зрения всех религий это будет правильно – уважение к предкам. Мы, иншаллах, свою задачу выполним в такой форме. Останки переданы на экспертизу, после будет принято решение о месте перезахоронения.